Сверлить и вытачивать на глаз день вчерашний. Сегодня деталь сначала приобретает очертания на мониторе, где компьютер показывает ошибки, если таковые есть. Затем само производство, а такой подход в ресурсном центре выработан еще в девятом году, когда он был открыт. В стенах радиотехнического колледжа созданы современные заводские условия. Место тяжеленных машин занимает высокотехнологичное оборудование, где много кнопочек и надписей на иностранном языке, а это их функционал. На этих станках, конечно, можно делать любую продукцию, любые детали для самолетов, машин, ракет. В общем, все те механизмы, из которых состоят различные машины, все обрабатываются на станках. Проблем с трудоустройством у выпускников нет. Те, кто освоил современное оборудование, получают международный сертификат, который подтвердит уровень подготовки на заводе не только в Нижегородской области, но и за рубежом. Впрочем, зачем уезжать, когда вакансий и здесь предостаточно? Это прямые аналоги того оборудования, которое у нас используется. То есть ребята будут обучаться на оборудовании не каком-то древнем и непонятном, а непосредственно будут обучаться на том оборудовании, на котором придется работать. С первых дней студентов ведут будущие работодатели. В их интересах получить готовые кадры, на которых не нужно будет тратить дополнительно время и деньги на переобучение. На реальные потребности предприятия направлены работа правительства по модернизации профобразования. Наши учебные заведения должны готовить тех специалистов, которые требуют экономики. Существует идеальная практически схема, когда будущий работодатель инвестирует в будущих своих работников. Работу ресурсных центров в регионе высоко ценят и на федеральном уровне. На Нижегородской области сосредоточено 18 ресурсных центров. Они являются локомотивом и примером, как надо организовывать взаимодействие между работодателями и системой подготовки кадров, куда приходят работать выпускники. До конца этого года откроются еще три ресурсных центра. А конкретно в этом обещают установить и другие новые станки, пока готовят для них площадку. Что касается финансовой составляющей, это недешево. Модернизация только этого центра обойдется в десятки миллионов рублей. Финансирование ведется в программе государственного частного партнерства. То есть складываются и бюджетные средства, и предприятия, где ждут молодых профессионалов. Антон Ганин, Михаил Гордняков. Объективно ННТВ.